Третью часть всей нашей жизни мы проводим во сне. И как ни странно, науке на сегодняшний момент очень мало известно о том, что же происходит на самом деле с нашим организмом и сознанием в тот момент, когда мы спим. Но что уже известно и какую пользу можно извлечь из времени, потраченного на сон, об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео. Средней продолжительностью сна для большинства здоровых людей на Земле, соблюдающих оптимальный режим, является 8 часов. В остальных случаях отклонения от нормы являются психическими либо физиологическими нарушениями здоровья. Почему важно спать именно 8 часов? Во время сна клетки мозга уменьшаются в размерах до 60%, позволяя лимфатической системе вычистить всю грязь. Если вы просыпаетесь чистой головой, это говорит о корректной работе в лимфатической системе и об отсутствии токсичных материалов в мозге. Крепкий сон, помимо очищения мозга, укрепляет память. Недавние исследования доказали, что 5-часовой сон способствует накоплению жира и сжиганию мышечных тканей. Если же человек спит по 8 часов в сутки, то вместо углеводов и белков в качестве энергии используется жир, что способствует липолизу и быстрому избавлению от лишнего веса. В истории известен вид пыток, когда человеку не давали уснуть, чтобы добиться признания в каком-либо преступлении. В результате подобных пыток через 3-5 дней человек начинал сходить с ума. В таком состоянии человек не способен контролировать свое сознание полностью, после чего могла наступить смерть. Сон – важнейшая часть жизни человека, поскольку во время сна регенерируются клетки и выводятся токсины из центральной нервной системы. Чтобы образно понимать работу нашего мозга, можно сравнить его с компьютером, на котором мы в течение дня просматриваем информацию. Ночью эта информация анализируется и часть из нее навсегда удаляется. Часть архивируется и сортируется по папкам, после чего вся информация дефрагментируется, то есть устанавливается правильный порядок информации и происходит оптимизация всей системы. Время сна условно делится на две фазы. Быструю, иначе ее называют быстрое движение глаз, и медленную, медленное движение глаз, между которыми в среднем проходит 90 минут. Эти фазы меняются в течение сна от 4 до 6 раз, и мы в среднем видим около 5 сновидений. В то же время медленную фазу сна ученые делят еще на 3 этапа, называемыми нон-рем, или небыстрое движение глаз. Первый этап, N1, это этап между бодрствованием и сном, когда наш мозг проецирует тета-волны. Это состояние, которое называют гипногогическими галлюцинациями. Если вы в течение дня делаете однообразную работу, то в момент засыпания вы будете ощущать, что продолжаете делать то же самое во сне. На этом этапе разбудить человека легче всего. Второй этап, N2, тета-волн становится больше, появляются так называемые сонные веретена, всплески быстрой ритмической активности мозга. На этом этапе мозг подавляет восприятие внешних раздражителей, громких звуков, случайных прикосновений, запахов, чтобы помочь вам спать. Поэтому очень важно не забывать про технику безопасности во время сна. Проверяйте все бытовые и электроприборы, чтобы они были выключены. Третий этап, N3, появляются дельта-волны, самые медленные. Они имеют диапазон от 5 до 2 Гц, от 0,5 до 2 колебаний волн в секунду. В этой стадии некоторые люди разговаривают или ходят во сне. Это так называемый лунатизм, во время которого не рекомендуется будить человека, чтобы не вызвать психические расстройства. Четвертый этап – это возвращение во вторую фазу сна, N2, после которой наступает пятый этап, который называется REM – быстрый сон или быстрое движение глаз. На этом этапе мышцы тела парализованы, кроме глазных яблок, которые наоборот, очень активно двигаются, причем в разных направлениях, несимметричных. В этот период происходит большинство сновидений, его называют парадоксальным сном, поскольку мозг становится очень активным, а тело наоборот обездвижено. На этом этапе также работает защитная функция организма, ведь нам может присниться любое действие, которое может быть в реальной жизни опасным. Итак, этапы сна распределяются следующим образом – N1, N2, N3, снова N2, REM, N1 и так далее по кругу. И если нас ничто постороннее не заставляет проснуться, то самостоятельно мы просыпаемся на этапе N1. Если проснуться во время быстрого сна, то сновидение вероятнее всего запомнится, а если во время медленного, то мы можем уже не вспомнить, что нам снилось. В течение дня мозг накапливает метаболические отходы в результате действия нейронов мозга. Их повышенное накопление вызывает болезни – болезнь Альцгеймера, вегетососудистую дистонию, панические атаки, аневризм, спазм сосудов. Поэтому сон нам жизненно необходим, чтобы выводить из мозга отходы, накапливающиеся в течение дня. К концу рабочего дня гормон мелатонин подготавливает наше тело ко сну и запускает секрецию других гормонов. Учитывая все это, мы должны понимать, насколько важно соблюдать режим сна. А что же еще нужно учитывать, чтобы дать нашему организму полноценно отдохнуть и просыпаться в бодром состоянии? Первое. Есть лучше за 3 часа до сна, потому что организм тратит много энергии на пищеварение. Второе. Спать лучше без одежды, чтобы не нарушать естественную терморегуляцию тела. Третье. В кровати лучше ничего не делать, кроме как спать. Не делайте из места для отдыха рабочий кабинет или столовую. Четвертое. Перед сном нельзя употреблять алкоголь, шоколад, кофеин и консервы. Пятое. Выполнять физические нагрузки лучше не раньше, чем за 5 часов до сна. А что же касается самих сновидений? Что это и почему нам снятся сны? Сновидения – это визуализация того, что происходит с нашим сознанием и организмом в настоящее время. Сны невозможно никак сохранить, записать и воспроизвести. То, что рассказывают люди после пробуждения, нельзя воспринимать правдиво, поскольку образы и символы каждый человек интерпретирует по-своему. Также человеку свойственно фантазировать и приукрашивать некоторые события. Поэтому к каждому сновидению должен быть индивидуальный подход. Например, сон, в котором мы видим солнечный пляж у моря, для одного ассоциируется с приятным отдыхом, а для другого это может быть напоминание о гибели близкого человека, который утонул в море. Первым человеком, который подошел к вопросу анализа сновидений с позиции европейской науки, был, конечно же, Зигмунд Фрейд. Фрейд сформулировал две очень важные гипотезы касательно сновидений. Первое. Сновидения – это способ, которым психика отыгрывает подавленные, забытые или просто недоступные желания. То есть он считал, что в сновидениях нам снится то, что бы мы хотели сделать или получить в повседневной жизни. Второе. Образы сновидения не буквальны, а символичны. То есть он предложил воспринимать образы сновидений в форме метафор, аналогий, знаков и символов. Например, если снится лодка, плывущая по воде, то это сновидение не о лодке, не о воде и не о путешествии, а о чем-то таком, на что эти образы символически указывают. Кстати, пока напишите в комментарии, что вам снилось в последний раз. А комментарий с самым интересным сновидением я сделаю закрепленным. Очень плотно темой сновидений занимался один из бывших учеников Фрейда, Карл Густав Юнг. Юнг проанализировал по меньшей мере 80 тысяч сновидений и выстроил наиболее целостный подход к толкованию сновидений. Принципиальное отличие юнговского подхода состоит в очень бережном отношении к их содержанию. Юнг все время напоминает, что не следует далеко отходить от первоначальных образов, потому что вся ценность скрывается именно в их символическом значении. По-другому Юнг видел и задачу сновидений. Одним из основных принципов функционирования психического аппарата он считал его постоянное стремление к равновесию, а целью всякого психического симптома видел восстановление этого равновесия. Соответственно, и сновидения он рассматривал как попытку психики восстановить нарушенный баланс. Например, человеку с необоснованно раздутым самомнением может присниться, что он оказывается голым на публике, сдвинуть самооценку в более адекватное положение. То есть, с точки зрения аналитической психологии, бессознательное в сновидениях показывает нам спектакли, рассказанные метаморфическим языком, цель которых – восстановить нарушенное психическое равновесие. И не в том смысле, чтобы успокоить сновидца, а в смысле ликвидации глубоких перекосов в его сознательной позиции. Вообще, сновидения бывают довольно жесткими в том, чтобы достичь своей цели. Кошмары начинают сниться именно тогда, когда более мягкую форму рекомендаций человек отказывается замечать. Чем ярче эмоциональный накал в сновидении, тем важнее его послание. Однако, следует сделать одну оговорку. Хотя Юнг и предложил гораздо более глубокий подход к толкованию сновидений, его все равно нельзя считать однозначно правильным. Это был метод Юнга, и он хорошо работал в его руках. У сновидений есть такое общее свойство, что они разговаривают с человеком на том языке, который он готов понимать. Как говорится, юнгианцам снятся юнгианские сны. Объединив вышесказанное, можно сделать вывод, что сновидения нужны нам для того, чтобы сбалансировать наше психическое равновесие через символическое проявление наших желаний, страхов, актуальных переживаний, важных событий и т.д. Также известно, что сновидения зачастую позволяют взглянуть на жизнь под другим углом, проявить то, что при бодрствовании не замечалось, показать возможные варианты действий и возможные результаты. Многие великие идеи пришли к человечеству именно из снов. А нужно ли вообще анализировать сновидения? Вопрос закономерен. Действительно, если сновидение – это процесс естественной саморегуляции психики, процесс работы бессознательного, то нужно ли вообще в него вмешивать свой сознательный анализ? Возможно, правильнее будет просто принять все как есть, и наверняка у вас присутствует такой опыт, когда вы засыпались какими-то переживаниями или нерешенными вопросами, а проснувшись на утро, вы вдруг обнаруживали, что ответ найден, переживания приняты и беспокоящие ситуации не так актуальны, как были накануне. Или, к примеру, посмотрев тот или иной сон, вы приходили к определенным выводам и меняли некоторые взгляды без всякого анализа. Зачастую даже не возникает ни малейшего желания разбирать и анализировать тот или иной сон, но бывает все с точностью до наоборот. Повторяющиеся сны, кошмары, какие-то особенные сновидения, после которых остается четкое и пронзительное чувство, что этот сон о чем-то говорит. Но вы не можете точно понять и прочувствовать о чем. Да, даже такому сильному психическому механизму, как сновидение, порой нужна помощь. Или, скажем, есть такие сновидения, которые хотят быть проанализированными и осознанными. Если это видео было для вас полезным и интересным, поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, поделитесь им со своими друзьями. А если не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, потому что следующий ролик будет не менее интересным. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok